Я приветствую всех участников и гостей Восточного экономического форума. Россия, Владивосток вновь принимают ведущих бизнесменов, экспертов, политиков, общественных деятелей и представителей органов власти из десятков стран мира. И, конечно, встреча во Владивостоке – это хорошая возможность еще раз оценить ситуацию в глобальной экономике, обменяться мнениями относительно ее главных тенденций и основных рисков. В прошлом году Восточный экономический форум состоялся после вынужденной паузы, связанной с эпидемией коронавируса. Тогда большинство специалистов сходились во мнении, что деловая жизнь в мире начала восстанавливаться. И со снятием ковидных ограничений она скоро войдет в нормальное русло. Однако на смену эпидемии пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле. Собственно говоря, ничего обычного в этом нет. Это политика, которая проводится коллективным Западом на протяжении десятилетий. Но катализатором этих процессов стало ускользающее доминирование Соединенных Штатов Америки в глобальной экономике и политике. А также упрямое нежелание или даже неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты. Уже говорил, за последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира. И прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств. Несмотря на это, западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок. Заставить всех жить по пресловутым правилам, которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают. Постоянно эти правила меняют под себя, в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры. При этом нежелание других стран подчиняться такому диктату и произволу вынуждают западные элиты, попросту говоря, срываться. Принимать близорукие, авантюрные решения и с точки зрения мировой безопасности, политики и с точки зрения экономики. И все эти решения идут вразрез с интересами стран и народов. Кстати говоря, в том числе граждан самих западных государств. Отрыв западных элит от интересов своих собственных граждан увеличивается. Так достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность, все это бросается в топку санкционной печи. Расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства. А по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировых делах. Еще весной многие иностранные корпорации на перегонки объявляли об уходе из России. Считаю, что именно наша страна пострадает от этого сильнее других. Но сейчас мы видим, как одно за другим закрываются производства и рабочие места в самой Европе. И одна из ключевых причин – это, конечно же, разрыв деловых связей с Россией. Конкурентоспособность европейских предприятий снижается. Ведь сами власти ЕС фактически лишают их доступного сырья, энергоресурсов и рынков сбыта. И неудивительно, если по итогам нишу европейского бизнеса, как на континенте, так и на глобальном рынке, в целом и в результате займут их американские покровители. Они-то, преследуя свои интересы, никогда ни в чем себя не ограничивают и не стесняются при достижении своих целей. Кроме того, в попытке противостоять худую историю, страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий. На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунту стернами, как к валютам, в которых можно проводить расчеты, хранить резервы, номинировать активы. И мы шаг за шагом уходим от использования таких ненадёжных, скомпрометировавших себя валют. И, кстати говоря, даже союзники Соединенных Штатов постепенно снижают свои долларовые авуары. Это видно по статистике. Постепенно, но и объём расчётов снижается в долларах, и накопления снижаются. Здесь отмечу, что вчера «Газпром» и его китайские партнёры приняли решение о переходе на рубль и юань в пропорции 50 на 50 при оплате поставок газа. Добавлю, что недальновидными действиями западных властей подстёгнута и глобальная инфляция. Она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. Ну, всем известно, да, но я всё-таки повторю. По итогам июля инфляция в США составила 8,5%. Значит, у нас она где-то сейчас 14 с небольшим, я ещё об этом поговорю. Но тенденция, в отличие от западных экономик, на снижение. Там на подъём инфляции у нас на снижение. И думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12%. А по мнению многих наших экспертов, в первом квартале, ко второму кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели. Кто-то говорит 5-6, а кто-то говорит и будет достигнут уровень 4%. Ну, посмотрим, во всяком случае, тенденции в этом смысле положительные. Ну, а что происходит у наших соседей? В Германии 7,9% сегодня, в Бельгии 9,9%, в Голландии 12%, в Литве 20,8% процента инфляции, в Латвии 28%, в Литве 21,1%, в Эстонии 25,2%. И тренд к повышению. Рост цен на глобальных рынках может стать настоящей трагедией для большинства беднейших стран, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия, энергоресурсов, других жизненно важных товаров. Назову цифры, которые подчеркивают опасность проблем. Если в 2019 году, по данным ООН, 135 миллионов человек в мире испытывали острую нехватку продовольствия, то сейчас их количество возросло в 2,5 раза и составляет 345 миллионов человек. Ну, ужасно просто. Более того, беднейшие государства и вовсе теряют доступ к важнейшим продовольственным товарам, так как скупка развитыми странами провоцирует резкий рост цен. Я приведу пример. Большая часть судов, ну вот все вы хорошо знаете, сколько многого было сломано копий, сколько говорили по поводу необходимости обеспечить вывоз украинского зерна во что бы то ни стало для поддержки беднейших стран. И мы, конечно, не могли не ответить на это, несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий. Мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено. И, конечно, исходили из того, я встречался с лидерами Афросоюза, с лидерами африканских государств, и обещал им, что мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их интересы и будем способствовать вывозу украинского зерна. Мы сделали это вместе с Турцией. Сделали. Результат. Докладываю вам, уважаемые коллеги. Значит, если исключить Турцию как страну-посредника, то все, практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза. По всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87. И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 миллионов тонн. Но это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны. Вот хочу сказать, что, как многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия, действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают обманывать. Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к сожалению, к огромному нашему сожалению, что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе. И может строить, задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту тему и с президентом Турции, господином Эрдоганом. Ведь это мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна. Прежде всего, повторяю для того, чтобы помочь беднейшим странам. А что происходит на практике? Вновь подчеркну, к такой ситуации привели безрассудные шаги Соединенных Штатов, Британии и Евросоюз, которые одержимы иллюзорными политическими идеями. А благополучие своих собственных граждан, и уже тем более людей за пределами так называемого золотого миллиарда, они задвигают вообще на задний план. Что неминуемо заведет западные страны в тупик экономического и социального кризиса. Обернется непредсказуемыми последствиями и для всего мира. Уважаемые коллеги, Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада. Я говорю именно об агрессии, по-другому это не назвать. Стабилизирован валютный и финансовый рынок России. Снижается инфляция, я уже об этом говорил. Уровень безработицы находится на историческом минимуме – меньше 4%. Оценки и прогнозы экономической динамики, в том числе со стороны предпринимателей, сейчас гораздо более оптимистичны, чем были в начале весны. Что хочу отметить. Да, в целом экономическая ситуация стабилизировалась. Однако, конечно, мы видим и проблемы в ряде отраслей и регионов, на отдельных предприятиях в стране, особенно на тех, которые были завязаны на поставки из Европы или поставляли туда свою продукцию. Важно вместе с бизнесом и дальше принимать оперативные решения и запускать эффективные адресные механизмы поддержки. Прошу правительственную комиссию по повышению устойчивости российской экономики держать этот вопрос на постоянном контроле. Ну, правда, мы в оперативном режиме почти каждый день этим и занимаемся. Тем не менее, несмотря на известные элементы стабилизации, о которых я сейчас только упомянул, мы понимаем и риски, и постоянно нужно держать их в пуле нашего внимания. Россия – суверенное государство. Мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику. И ценим эти же качества в партнёрах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надёжность и ответственность в ходе торгового, инвестиционного и другого сотрудничества. Имею в виду, конечно же, наших коллег из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Абсолютное большинство государств АТР не приемлет разрушительную логику санкций. Здесь, в центре деловых отношений, находятся принципы взаимной выгоды, сотрудничества, сложения потенциалов экономик на благо граждан наших стран. И в этом огромное конкурентное преимущество региона – залог его динамичного долгосрочного развития, темпа которого на протяжении длительного времени устойчиво превышают общемировые. Вы хорошо знаете, тем не менее, напомню, в последние 10 лет ВВП стран Азии рос ежегодно приблизительно на 5%, тогда как мировой – на 3%, США – 2%, въезд – на 1,2%. Но тенденция, но важно даже не это, важно, что эта тенденция продолжается. К чему это неизбежно будет приводить? В результате доля экономик Азии в глобальном ВВП будет расти и вырастет с 37,1% в 2015 году до 45% в 2027. И дальше этот тренд наверняка будет сохраняться. Для России важно, чтобы вместе с экономиками АТР росла и экономика Дальнего Востока нашей страны, чтобы в этом регионе были современные условия для жизни людей, росли их доходы, повышалось благосостояние, создавались качественные рабочие места и эффективные производства. На Дальнем Востоке уже прошли обкатку уникальные для нашей страны налоговые, административные и таможенные преференции. С их помощью реализуются знаковые, даже по мировым меркам, знаковые проекты в таких областях, как газохимия и судостроение, биотехнологии и чистая энергетика. За последние 7 лет объемы промышленного производства на Дальнем Востоке выросли примерно на четверть, что выше, чем в целом по стране на треть. Вот это я хотел бы подчеркнуть. Темпы роста промышленного производства на Дальнем Востоке превосходят, уверенно превосходят темпы роста промышленного производства по стране в целом. Будем и дальше стимулировать опережающее развитие дальневосточных регионов, используя новые передовые меры государственной поддержки, формируя лучшие глобально конкурентоспособные условия для ведения бизнеса. В том числе намерены донастраивать механизм территории опережающего развития для современных и совместных проектов с другими странами, создавать максимально благоприятный деловой климат для привлечения в Россию самых современных технологий и выпуска на Дальнем Востоке продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом события текущего года подтвердили особую значимость такого фактора, как доступность сырья, без которого нельзя организовать ни одно производство, наладить кооперационные цепочки. Россия едва ли не единственная страна в мире, которая способна полностью обеспечить себя природными ресурсами. И Дальний Восток здесь играет существенную роль. Нефть и природный газ, уголь, металлы, лес, водные и биоресурсы – по всем этим позициям регион является важнейшим поставщиком, как на внутренний, так и на рынок, так и для наших зарубежных партнёров. Мы делаем ставку на рачительное, по-хозяйски умное освоение природных богатств России на основе самых строгих экологических стандартов. И добываемое сырьё будем прежде всего использовать для глубокого передела внутри страны, для укрепления суверенитета нашей страны, обеспечения промышленной безопасности, для повышения доходов граждан и развития регионов. Мы уже защитили сферу добычи сырья от недружественных действий. Теперь только компания в российской юрисдикции имеет право осваивать наши природные ресурсы. Минприроды вместе с Минпромторгом и ведущими деловыми объединениями определили потребности национальной экономики в стратегическом сырье. Это сведения будут положены в основу обновленной стратегии развития минеральной сырьевой базы России с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года. При этом особое внимание нужно уделить геологоразведке и переработке дефицитного сырья, например, титана, марганца, лития, ниобия, которые используются в металлургии, медицинской и химической промышленности, микроэлектронике, в авиастроении и других отраслях, в новых технологиях накопления и передачи энергии. Отдельно прошу правительства посмотреть на ситуацию в сфере добычи биоресурсов, где у нас действует механизм инвестиционных квот. Здесь важно добиться сбалансированного роста полной загрузки производственных мощностей, а также обеспечить гармоничное развитие инфраструктуры регионов. Хочу подчеркнуть, средства, которые получает государство от использования водных биоресурсов, должны в приоритетном порядке идти на развитие инфраструктуры сельских территорий, на поддержку занятости, повышение доходов местных граждан. И прошу правительства принять конкретные меры на этот счёт. Мы много раз это обсуждали. Далее. За последние годы в России реализованы большие планы по развитию транспортной инфраструктуры, железных и автомобильных дорог, морских портов и трубопроводов. Эти своевременные решения позволили бизнесу в сегодняшних условиях оперативно перестроить логистику, развернуть грузовые потоки в те страны, которые готовы и хотят торговать с нашей страной. Предпочитают цивилизованные, предсказуемые деловые отношения. Показательный факт. Несмотря на попытки внешнего давления, общий грузопород российских морских портов за 7 месяцев текущего года практически не сократился. Остался на том же уровне, что и годом раньше. Это где-то 482 миллиона тонн грузов. Но в прошлом году было 483. Практически то же самое. При этом здесь, в дальневосточных портах, сейчас настоящий логистический бум. Объёмы перевалки грузов, обработки контейнеров таковы, что специалисты работают без перерыва на выходные, днём и ночью. Словом, как бы не хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об этом говорили, невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту. Используя наши естественные конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность. В центре внимания, как уже сказал, сегодня, безусловно, восточное направление инфраструктуры, а также развитие международного коридора севера-юг и портов Азово-Черноморского в бассейне. Мы об этом тоже не намерены забывать, что откроет новые возможности для выхода российских компаний на рынки Ирана, Индии, стран Ближнего Востока, Африки и, конечно, для встречных поставок из этих стран. В целом, на горизонте 2030 года совокупный объём грузоперевозок по названным маршрутам, артериям, способен вырасти примерно на 60%. Мы оцениваем эти возможности абсолютно реалистично. Так и будет. Для выхода на эти значения правительство подготовило предметные дорожные карты по трём направлениям, как я уже их обозначил, что позволит выстроить работу системно, связать воедино, состыковать по срокам и пропускной способности расшивку узких мест, модернизацию пограничных пунктов пропуска и сопутствующей инфраструктуры. Наряду с планами развития транспортных коридоров важно обновлять подвижной и тяговый состав отечественных железных дорог, загружать российские верфи заказами на современные качественные наливные суда, сухогрузы и контейнеровозы, в том числе ледового класса для дальнейшего освоения Северного морского пути как мощной транспортной артерии национального и глобального международного значения. И подчеркну, с круглогодичной навигацией современные ледоколы, которые мы проектируем и строим, позволяют это сделать уже сейчас. В текущем году на Северного морского пути состоялся первый контейнерный рейс между Мурманском и Камчаткой. Он ещё раз подтвердил надёжность проводки судов в арктической зоне, её безопасность. Однако, отмечу, дело не только в том, чтобы разрешить проход судов в Арктике или просто соединить две конечные точки между собой. Нужно сделать так, чтобы в каждом порту на пути следования производились обслуживание судов и обработка грузов, а график движения был ритмичным и предсказуемым, надёжным. В этом случае все пункты маршрута и все регионы Северного морского пути получат выгоду от работы логистического коридора. Именно к этому мы и должны стремиться. Правительство уже утвердило план развития Северного морского пути до 2035 года. На его реализацию планируется направить 1,8 триллиона рублей из разных источников. По прогнозу, грузопоток этого коридора может вырасти с нынешних 35 миллионов тонн до целевого показателя в 220 миллионов тонн. Конечно, ключевой вопрос – это грузовая база, как для перевозок с Дальнего Востока, так и в обратном направлении. Для этого нужно предложить экономически обоснованный конкурентный тариф. И прошу правительства внимательно отработать все эти вопросы. Особая тема для Дальнего Востока – авиация. И здесь важна не только доступность перелётов из европейской части России, но и связанность самих дальневосточных регионов между собой. Охват воздушным сообщением как можно большего числа направлений городов и районов Дальнего Востока. Именно для этого мы создали единую дальневосточную авиакомпанию. Сегодня в её графике уже почти 390 маршрутов. По части из них билеты субсидируются государству. В ближайшие три года объёмы перевозок единой дальневосточной авиакомпании должны возрасти. Количество маршрутов превысит 530. И мы видим по факту того, что происходит сейчас на практике после введения этих маршрутов, они крайне востребованы. Под эти планы необходимо расширять авиапарк компании, комплектовать его современными самолётами, включая воздушные суда малой авиации. Решение на этот счёт принято. И прошу правительство его строго выполнять. Отмечу, что в целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение. Наши авиакомпании, включая Аэрофлот, сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов. Примерно на 500 магистральных самолётов отечественного производства. Кстати, соглашение между объединённой авиастроительной корпорацией и Аэрофлотом, насколько я знаю, подписано на полях нынешнего Восточного экономического форума. Ну и цифры там внушительные, за триллион, по-моему. Такой спрос должен стать мощным стимулом для авиационных заводов и конструкторских бюро, для многих смежных отраслей, включая электронику и производство авиакомпонентов. И, конечно, для системы подготовки профессиональных кадров, инженеров, квалифицированных рабочих авиаотраслей. Здесь же добавлю, что принято решение по ещё одному чувствительному вопросу для Дальнего Востока. Имею в виду развитие санитарной авиации, повышение доступности медицинской помощи для жителей в отдалённых районах. Со следующего года мы более чем в два раза увеличим федеральное финансирование на эти цели. А значит, вырастет и число вылетов. Медицинская помощь в регионе будет оказываться быстрее и качественнее. Уважаемые друзья и коллеги, все наши решения в экономике, в социальной сфере, в сфере, все механизмы, которые мы реализуем на Дальнем Востоке, нацелены на главное. Чтобы этот регион стал по-настоящему привлекательным местом для жизни, учёбы, работы. Чтобы здесь создавались новые семьи, рождалось больше детей. Несколько важных инициатив на этот счёт вошли в пакет мер, которые рассматривают правительство. В их числе создание современной среды для жизни, благоустройство населённых пунктов. Напомню, что на прошлом форуме была поставлена задача выработать мастер-планы крупнейших дальневосточных городов, их развития. Это все административные центры, субъекты федерации и города с населением свыше 50 тысяч человек. А также Тында и Севербайкальск – ключевые точки на Байкало-Амурской магистрали. Речь идёт о комплексном подходе к развитию населённых пунктов, где грамотно, удобно для людей сочетаются планы модернизации инфраструктуры, социальной сферы, создания общественных пространств и так далее. А проекты в сфере экономики, промышленности основаны на просчитанных бизнес-моделях. По всем городам работа началась с подготовки стратегических планов развития. Параллельно на их основе в 17 городах и агломерациях уже активно разрабатываются мастер-планы. Один из них – развитие Петропавловско-Камчатской агломерации, и мы позавчера обсуждали с коллегами этот вопрос на месте. Ещё раз прошу правительства оказать максимальное содействие в реализации этого и других мастер-планов, чтобы воплотить, безусловно, воплотить их в жизнь. Здесь, в том числе, важно использовать инструменты дальневосточной концессии, инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций. По этим программам необходимо определить целевые линиты для Дальнего Востока. Средства должны пойти на развитие городской территории, благоустройства и, конечно, на инфраструктурное обеспечение, в том числе, обновление действующих сетей и коммуникаций. Добавлю, что на недавнем Петербургском экономическом форуме поручил дополнительно выделить 10 миллиардов рублей ежегодно на проекты благоустройства российских городов. Считаю правильным, если половины этих средств, то есть 5 миллиардов в год, дополнительно пойдут на обновление именно дальневосточных населённых пунктов с населением до 250 тысяч человек. Также в рамках всех наших основных программ инфраструктурного развития должны быть выделены отдельные ресурсы на проекты по модернизации дальневосточных городов. Такое поручение мною уже дано и прошу обеспечить его максимально быструю реализацию. Целевые лимиты должны быть зафиксированы в федеральном бюджете на ближайшую трёхлетку. Что ещё я хотел бы подчеркнуть? Необходимо нарастить объёмы жилищного строительства на Дальнем Востоке, при этом широко применять передовые зелёные энергоэффективные технологии стройки. В текущем году запущена программа «Дальневосточные кварталы». В её рамках застройщики смогут использовать преимущества территорий, опережающих развитие, включая льготы по налогам и инфраструктуре, что позволит снизить себестоимость квартир и цену готового жилья, а значит повысить доступность жилья для граждан. С помощью этого механизма до 2030 года планируется ввести в строй порядка 2,5 миллионов квадратных метров. И прошу региональные власти и Министерство Дальнего Востока до конца года провести первые конкурсы, отобрать застройщиков и приступить к проектированию и строительству жилых домов. Далее. Для дальневосточников действуют особые льготные условия по ипотеке. С помощью кредита по ставке в 2% новое жильё приобрели уже 48 тысяч семей. В текущем году мы расширили программу дальневосточной ипотеки. Теперь её могут получить не только молодые дальневосточники, но и врачи, учителя, вне зависимости от возраста. Напомню, что программа рассчитана до 2024 года. Учитывая востребованность и эффективность, она работает эффективно, эта программа, предлагаю её продлить как минимум до 2030 года. Надеюсь, что дальневосточники это тоже оценят. Отдельное решение... Спасибо. Отдельное решение касается поддержки молодых специалистов, которые приезжают на Дальний Восток, либо заканчивают здесь учебные заведения, устраиваются на работу и ищут собственное жильё. Для них будет построено 10 тысяч арендных квартир. Ставка аренды будет существенно ниже рыночной за счёт субсидий из регионального и федерального бюджета. Такая мера правительством уже предусмотрена и прошла отработать все детали, чтобы не затягивая приступить к строительству арендного жилья для молодых специалистов. И обращаю внимание, его расположение, этого жилья, должно быть увязано с мастер-планами развития дальневосточных городов, чтобы в наличии была вся необходимая инфраструктура. Если попросту сказать, чтобы такое жильё было востребовано, чтобы там удобно было жить. Хочу отметить, что дальневосточные регионы, как и многие другие субъекты федерации, сегодня испытывают дефициты рабочих рук. Чтобы активизировать подготовку кадров по ключевым компетенциям, также примем несколько важных шагов. Так, до 2030 года в дальневосточных колледжах будут открыты свыше 900 современных мастерских. В ближайшем перспективе до конца 2025 года запустим 29 производственно-образовательных кластеров. Кроме того, при найме молодых рабочих бизнес получит компенсации на их трудоустройство. Отдельное направление – повышение качества высшего образования на Дальнем Востоке. Задача в том, чтобы привлечь сюда квалифицированных преподавателей, укрепить материально-техническую базу высшего образования, стимулировать грантами региональную вузовскую науку и перспективные разработки по важнейшим направлениям технологической повестки. Реализуются сетевые программы дальневосточных университетов. Эти программы связывают учебные заведения региона с ведущими вузами страны, такими как Петербургский государственный и морской технический университет, Московский авиационный институт и другие. Будем, безусловно, поддерживать это направление сотрудничества. Наконец, для подготовки работников культуры и искусства в 2025 году на Дальнем Востоке будут открыты филиалы ГИТИСа, ВГИКа, Щукинского училища. Прошу правительства также оказать здесь все необходимые содействия. Отмечу, что регионы Дальнего Востока предлагают свои инициативы по развитию профессиональных карьер. Так, при поддержке Агентства стратегических инициатив в Сахалинской области стартует пилотный проект «Заработаем мы вместе», в рамках которого участники смогут пройти бесплатное дополнительное обучение и профориентацию, получить помощь в открытии собственного дела. По итогам пилотного проекта будем думать о его тиражировании. Хочу сказать и о программе подготовки нового поколения дальневосточных управленцев, где упор сделан на воспитание местных кадров, на совмещение образовательных программ и стажировок в органах государственной власти и институтах развития. Программа уже запущена, и прошу руководителей всех субъектов Дальневосточного федерального округа активно в ней участвовать. Уважаемые коллеги, в завершение хотел бы вновь подчеркнуть. Современная глобальная экономика, вся система международных отношений переживает сложный период. Однако уверен, что логика сотрудничества, сопряжение потенциалов и взаимной выгоды, которой придерживаются наши страны и представленные здесь, и наши друзья в регионе, обязательно возьмёт верх. Разумное использование сильных сторон и конкурентных преимуществ государств АТР. Созидательное партнёрство откроет нашим народам новые колоссальные возможности. Мы готовы к совместной работе во имя успешного будущего. И благодарны нашим партнёрам за то, что они принимают участие в этой работе. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание.